Убивать нельзя, только стерилизовать. Со 2 марта вступает в силу новый закон об ответственном обращении с животными, который содержит принципы, ранее не заложенные законодательством. Что нового появилось, что обяжут делать хозяев животных, и что об этом думают карагандинские защитники животных. Ирина Вобещевич с подробностями. 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым Жумар Тукаев подписал закон об ответственном обращении с животными, который до этого вызывал много споров и обсуждений. На днях на брифинге сообщили, что он вступает в действия 2 марта 2022 года. Идеология нравственного воспитания граждан, согласно новому закону, заключается в отношении к животным как к существам, способным испытывать боль и страдания, персональной ответственности владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиты их от жестокого обращения, воспитанию населения нравственного и гуманного отношения к ним. Казахстанские зоозащитники, да и просто граждане, которым не была безразлична участь братьев наших меньших, ликуют, говорят о том, что Казахстан переходит на новый исторический этап в связи с этим законом. Для Казахстана это очень прорывной момент. Это просто уникальнейший момент, потому что до сих пор все, что было связано с животными, оно регламентировалось либо внутренними правилами областными, либо гражданским кодексом и административным кодексом, и уголовным 316-й статьей, которые были очень сырые, с которыми никто не знал, как работать, и по сути это были мертвые статьи. Теперь появился закон. Законом установлены требования по тому, как должны содержаться животные, которые используются в культурно-зрелищных, лабораторных, экспериментальных целях, а также прописан порядок содержания служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных. Закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлением в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и не оказание им своевременной помощи, некуманный отлов. По новым правилам уничтожать можно будет только неизлечимо больных, агрессивных собак. Все остальные подлежат обязательной стерилизации. Вступлением в действие закона в Казахстане будет переключена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки. По мнению зоозащитницы, большая работа еще только начинается. Уполномоченным органам на местах предстоит проработать механизмы реализации закона. Нужны и контролирующие органы, которые будут следить за исполнением. Посмотрите на то, что говорит Ким Восточно-Казахстанской области. У нас достаточно денег, чтобы решить эту проблему. Мы сначала уничтожим всех бродячих, больных и бешеных животных. То есть 30 лет по 80 миллионов в каждой области выделялось на отстрелы. Эту проблему решить нельзя было. А теперь у них достаточно денег и теперь они эту проблему решат. Сначала всех уничтожив. Отличное решение. Берем там, допустим, западно-казахстанскую область, где уже объявили сумму штрафа за отсутствие чипирования. 49 тысяч тенге. Это же вообще вот просто первоапрельская шутка. Детальный порядок учета домашних питомцев еще только определяется в правилах. Известно, что он будет за счет владельцев, за исключением социально уязвимых слоев. Отчет начинается 1 сентября 2023 года, когда все владельцы животных будут обязаны учесть в своих животных в ветеринарных клиниках. И у них будет год для того, чтобы все животные были учтены. И с 1 сентября 2024 года уже вступает административная ответственность. Кроме того, в законе прописаны нормы, обязывающие владельцев обеспечивать вакцинацию и стерилизацию животных. Владельцам собак будет запрещено отпускать животных на самовыгул и выгул лицам, не способным контролировать их поведение, в том числе находящимся в состоянии опьянения, и детям до 16 лет. Факты будут регистрироваться как нарушение общественного порядка. Запрещается употребление в пищу мясо собак и кошек, а также продажа продукции из этих животных за исключением шерсти, полученной путем вычесывания.